Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с трех до пяти вечера. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик. Сегодня 4 ноября 2020 среда. Поговорим сегодня в два часа нашего эфира о разных вещах. В первом части поговорим в контексте украинской ситуации. Мы давно не говорили про Украину, а пришло время, полгода назад. Последний раз у нас был нормальный разговор в гостях. У меня будет доктор политологии Кирилл Молчанов из Киева. Мы поговорим с ним, естественно, о том, как наши выборы влияют на украинскую ситуацию. И влияют ли. Ну и об изменениях, которые в Украине произошли. Во втором части ко мне присутствовали к Брук-Красной. И вот там-то мы уже обсудим потенциальные возможности вбросов в наших выборах. То есть, что вызывает сейчас наибольший интерес в наших радиослушателей. Ну, естественно, опять же напоминаю, что все должны запастись терпением. Нас всех предупреждали, что результатов окончательных мы еще долго не узнаем. Поэтому надо спокойно ждать просто того, что нам сообщат. Рано или поздно нам ведь сообщат, кто победил. И мы будем это знать. К нам присоединяется доктор политологист Киева Кирилл Молчанов. Кирилл, привет. Да, приветствую. Слышно хорошо, отлично. И видно, кстати, замечательно. Только чуть-чуть влево. Вот, отлично. Изумительно. Спасибо огромное. Наш радиотелемост из одной зоны нестабильности в другую хочется открыть. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот ситуация у нас здесь, она влияет на внутриукраинскую ситуацию, в принципе? Я имею в виду, в раскладе того, в истеблишмент, каким-то образом реагируют. Украинскому истеблишменту, давай чуть-чуть уточню. Украинскому истеблишменту сегодня политическому, ему выгодно, чтобы кто победил? Вы знаете, мне на это кажется, что то, что происходит сегодня в Штатах, наверное, больше влияет на украинский истеблишмент, чем на американский даже. Потому что у нас за последние годы настолько сильная стала привязка к условному, то продемократическому, то прореспубликанскому лобби в Украине. А потому что, действительно, сегодня, наверное, украинские политики весь день только отслеживают вот эти все подсчеты, пересчеты и динамику и так далее. Потому что, ну, мы еще, наверное, об этом поговорим, но вот того, кто будет, и кто победит на выборах в Штатах, я думаю, во многом будет корректироваться и курс Зеленского во внутренней политике. Ну, в первую очередь, кадровые политики. Потому что на сегодняшний день, скажем так, есть политики, которые поддерживали на этих выборах прямо практически Байдена, да, а есть, которые прямо поддерживали Трампа. Да, и вот знаменитые пленки Байдена, ну, Порошенко с Байденом, где-то голоса похожие на их, вот, так, общаются, да, вот, явно выбрасывали в Украине не для того, чтобы, там, не знаю, Порошенко дискредитировали, он так же дискредитировался на уголовье Кьяна выбрасывали, чтобы это можно было использовать во внутренней американской избирательной гонке. Вот, поэтому сегодняшний, сегодня, я думаю, украинские политики не будут спать, а будут и дальше отслеживать, кто и такие там будет лидировать на выборах в Америке. А вот по Киеву, например, судя, сами украинцы в Киеве, в центре, они кого больше поддерживают? Если можно, если, в принципе, есть подобное понимание, потому что я понимаю, что не все можно знать, в плане, я не уверен, что вообще социологические опросы в Киеве проводились за кого больше, за Трампа или за Байдена. Мне просто интересно, к чему центр Украины живет и чем запад Украины живет, особенно, особенно запад, Львов, вот, то, что мы называем здесь западной Украиной. Есть разница в поддержке? По большому счету на уровне рядовых граждан вообще этот вопрос не является актуальным, да, то есть мало кто вникает в украинскую политику, я уже не говорю, что в американскую, среди рядовых украинцев. Более того, ну, наверное, как по темпераменту больше банирует Трамп, да, то есть как такой своевольный, да, такой властный, харизматичный лидер. Но сказать, что это связано как-то там с его политикой, я думаю, нет, да. Хотя, опять-таки же, если так разбираться, ну, там, Байден, там, когда при Обаме прилетал в Украину, там, достаточно оказывал существенную финансовую помощь за его вице-президентство. Но при Трампе, допустим, в Украине начали поставлять летальное оружие. То есть я бы, я вообще, мне кажется, очень, ну, будет сложно сейчас моделировать, а кто лучше или хуже в плане украинского гражданина, да, будет президентом Соединенных Штатов. Это очень такой, притянутый, наверное, за лучший вопрос. В контексте диалога с Россией по Донбассу, например, да, и там, ну, по разным всяческим вопросам, по торговле, по экономике, если такой диалог, в принципе, возможен в будущем, ну, по Донбассу-то он тлеет немного, какое-то движение, что-то все-таки существует определенное. По крайней мере, есть какое-то спокойствие, что уже тоже отрадно. В случае, допустим, победы Байдена, ожидается ли какая-то активизация, допустим, да, что и украинский эстеблишмент остается таким, какой он есть сегодня политически, ожидаете ли вы какого-то обострения ситуации в плане усиления противостояния конфронтации? Это очень, кстати, интересный вопрос, потому что, с одной стороны, многие почему-то в офисе президента Зеленского считают, что в случае победы Байдена Соединенные Штаты могут присоединиться к нормандскому формату, не зная, с чего они делают в заключении, но они считают, что Трампу эта тема безразлична, и поэтому нет никакого прогресса по урегулированию, потому что Соединенные Штаты просто отстранились от переговорного процента. Но я просто хочу напомнить, что при Обаме, когда Байден был вице-президентом, Соединенные Штаты не сильно рвались ни в какой нормандский формат. Они в целом точно так же устранились от какого-либо своего участия, и, по сути, всю свою роль свели лишь к тому, что они, как одна из стран-гарантов Будапештского меморандума, это документ, с которым украина ядерное оружие свое, от него отказалось, они просто ввели санкции против Российской Федерации. То есть, в последнее время, они считают, что она их роль и заканчивает. То есть, это введение секторальных санкций против Кремля, но и, с другой стороны, это ежегодно, если не ошибаюсь, 300 миллионов долларов с американского военного бюджета выделяется на помощь Украины. Вот, наверное, независимо от того, победит Трамп или Байден, ситуация, ну, как минимум, в краткосрочной перспективе, наявляющей год-полтора, сохранится именно такая. Я не думаю, что есть в американском истеблишменте какие-то новые подходы о том, как им более активно, или, не знаю, там, в противоположную сторону пытаться себя имплементировать, вот, возможно, переговорный процесс по Украине. У Байдена есть определенная история. Он приезжал в Украину, он присутствовал на президентском кресле, находясь на заседаниях правительства Украины, Порошенко там справа от него сидел, эти кадры. Они там с сынником судорожно что-то записывали, он говорил. Я помню эти кадры, хроники были. И как вы думаете, Кирилл, если побеждает Байден, он будет наказывать тех украинских политиков, которые помогали скандалу с Хантером, раскручивали его, сливали информацию в Америку и так далее, и так далее. Работали с Джулиани, грубо говоря. Ну, то есть, как бы, кто помогал Трампу в этой избирательной кампании? А вы знаете, на самом деле, если брать чисто прагматично, то я в этом плане Зеленский повел себя более грамотно, чем Порошенко в 16-м году, потому что администрация Порошенко прямо поставила на Хиллари Клинтон в лице украинского посла Соединенных Штатов товарища Чалова. Они активно ей помогали, сливали пленки, пленки, которые Манафорта были и так далее. То есть, тогда действительно попал в очень жесткую украинно-дипломатическую ситуацию негативного характера. Сейчас политиков, которые активно поддерживают Трампа, публично их буквально 2-3 человека. Это Деркач, который эти пленки опубликовал, Байдена Порошенко, ну и по сути еще несколько похожих на него людей. В основном своем, вот мы помним, когда год назад разгоралась инициация в штатах импичмента Трампа касательно стенограммы общения Трампа с Зеленским. Так вот, Зеленский там в стенограмме, он обещал и расследовать дело по сыну Байдена, и там Бурисмой заняться, и что генпрокурор его человек. А по факту, я вам скажу, прошел год, и в Украине в плане расследования и палец за палец никто не ударил. Нет никакого дела ни по Бурисме, ни по Хантеру Байдену, ни по Байдену-старшему. Поэтому в этом плане, в случае победы Байдена, я не думаю, что как раз-таки у Зеленского президента будет какая-то очень неловкая ситуация в плане дипломатических отношений. Потому что он, по большому счету, максимально на тормозах спустил все пожелания Трампа касательно вмешательства Байдена и его сына в внутренние дела Украины. Поэтому тут, наверное, другая ситуация. Если таки победит Трамп, вот тогда действительно у него могут быть второй раз уже претензии к Зеленскому. Он же действительно, возможно, захочет мстить. Потому что он явно не ожидал, что все, что ему пообещают, просто нам потом спустят на тормозах. О том, что Украина никак не в этом плане. Не подыграла Трампа этим делом по Хантеру Байдену и так далее. То есть, мне кажется, если уже опять-таки же брать конкретно не Украину как государство, а украинский политический эстеблишмент, как вы говорили, то как раз таки, наверное, для этого эстеблишмент выгоднее был бы Байден. Потому что они к нему более комплементарно относятся и никаким образом не навредили ни ему, ни его сыну за последний год. И они его знают уже? Он бы часто бывал, он занимался Украином. Он прогнозируем, да, естественно. То есть, в этом плане, я думаю, как раз таки, если уже так чисто смотреть с точки зрения украинского руководства, то они, наверное, хотели бы видеть Байдена. Как говорится, хорошо забыдая старые, они опять-таки же не мало прогнозируемые Дональд Трамп. С другой стороны, насчет мстительности Трампа, я заметил первые четыре года, его первой конденции, если можно так сказать пока, он никого не наказывал, особо сильно и тех, кто ему мешал. И с Хиллари он постарался обойтись очень, ну, достаточно аккуратно. То есть, он как-то все-таки старается к фигурам истеблишментов с нашей стороны, а в Америке здесь подходить с определенной щепетильностью и старается, чтобы его действия не выглядели местью. Я не думаю, что он бы этот тренд каким-то образом бы нарушил. Ну, по крайней мере, о нем можно много разных вещей говорить, можно его там не любить, может не нравится его манера разговора, манера твита, разные вещи можно про него сказать, кавалерийские наскоки, но то, что он мстительный, я вот этого момента не замечал. Опять же, я не могу сказать, что я прям такой эксперт, по Трампу совсем нет, но вот на первый взгляд так выглядит. Хорошо, давайте, Кирилл, отвлечемся немножко от наших выборов, и я знаю, что я очень хочу от них отвлечься, я уже вот эти сутки последние только в них. вот мы с вами полгода назад говорили последний раз, примерно. Мы как раз отмечали год Зеленского, обсуждали этот год, итоги его правления, за этот год предварительно, смотрели то, что происходило. Вот за эти полгода, то, что мы обсудили там, в лучшую сторону что-то изменилось или нет? Ну, скорее всего, в плане политической карьеры Зеленского точно не изменилось, потому что есть такое в политологии все-таки негласное правило, подождать первый год правления любого государства, и потом можно начать подводить и тут. Так вот, уже прошло полтора года с его президентством, и мы видим, что, ну, несмотря на то, что можно, как и в Штатах, все списывать на коронавирус, да, и все провалы вести как раз-таки к ковиду-19, но реально по трем ключевым месседжем, с которыми Зеленский избрался в 2019 году, у него очень все нескладно, да, то есть он обещал конфликт на Донбассе быстро решить, он обещал устроить облаву коррупционерам и посадки, да, для них, и он обещал каким-то образом конец эпохи бедности прекратить. Но если конец эпохи бедности мы можем списать на то, что действительно карантин был, и он, как и во всех иностранах, подорвал существенную экономику, то вот как раз-таки с треком по урегулированию на востоке Украины он зашел в глухой тупик за эти полгода, да. То есть если еще в декабре прошлого года была довольно оптимистичная для Зеленского встреча в нормандском формате в Париже, да, там, с главными государствами, вот, где впервые за этих 6 лет вообще коммуникеа и пресс-конференция всех глав государств, и даже Путина ему подыгрывал там. Ну, так это выглядело со стороны, по крайней мере. Ну, да, части Путина ему подыгрывал, разрешив собирать, скажем так, пиар-плюшки, да, до этой встречи, потому что они Зеленскому нужны были больше всех. Вот. По факту, вот, все, что было в этом коммунике прописано, там достаточно простые условия, они так и не были реализованы за целый год практически, уже до декабря через месяц будет. Вот. И, соответственно, ни о каких дальнейших встречах в этом формате уже речи даже и не идет. Так что, тут, к сожалению, Зеленский, наверное, повторяет Порошенко, да, и придя на волне общественной поддержки с запросом на мир, он очень быстро завел ситуацию в Туги. Вот. Связано это, ну, для этого есть разные причины, но по факту мы видим, что, к сожалению, здесь у нее пошла пробуксовка. И то же самое во втором пункте по активному желанию борьбы с коррупцией, там, посадок, различных там журьих городов. Тут вообще никаких достижений, ни человек такой не оказался за решетки, ни из представителей предыдущей власти, ни из представителей уже новой власти. То есть, в принципе, видим полную импотентность правоохранительных антикоррупционных органов. То есть, и как следствие, могу сразу ответить, буквально там в дни 10 назад были местные выборы, где партия власти слуга народа Зеленская, да, ну, еще официальных подсчетов нет, как и у вас, да, но по моим уже предположим, они наберут процентов 16-17. То есть, они утратили за год больше 70% поддержки. Было 43% летом 19-го, сейчас будет 17-18. Вот, собственно, результат налицо, как говорится. Хорошо. Мы к этому еще вернемся. По первой части вашего ответа, по Донбассу, по продвижению, по несоблюдению условий, о которых был нормандский формат, встреча, которая была в начале, вы сказали, что есть несколько причин. Причина, я так понимаю, что все эти причины, они связаны с особенностями функционирования госполитических институтов Украины. Которые не позволяют те условия, на которые подписываются даже украинская сторона, соблюдать. Или есть причины с российской стороны, которые не позволяют эти условия соблюдать. В чем, как бы, главное, как тут говорят, краст, основа того, что ничего не получается, не получается нормального движения в сторону разрешения конфликта. С вашей точки зрения, сегодня, вот, полгода прошло. Я вам этот вопрос раньше задавал тоже. В чем сегодня вы видите эти причины? Почему Донбасс не двигается вперед? Две причины. Причина первая, это Зеленский, имея огромный уровень поддержки общественных запросов на мир, он постоянно подвергается там, в Украине есть такой сегмент, знаете, граждан, которые, их очень мало, только, знаете, пассионарное меньшинство, как писал Дмитрий Лёв. То есть, их там меньшинство, но они постоянно навязывают свою повестку, свой порядок дня. Вот это в основном там сторонники бывшего президента Порошенко. Как только Зеленский что-то там пытается прононсировать, какой-то компромиссный хоть полушак, они сразу же выходят на акции протеста, немного, может, пару тысяч человек, и начинают постоянно его третировать. То под окнами у него дома, то под окнами президента. То есть, это такая, знаете, агрессивная уличная толпа, которая боится Зеленской. То есть, первое, это страх. А почему он боится ее? А почему он боится этого? Оно же меньшинство. Потому что, во-первых, он не может вывести никого в свою поддержку, да? То есть, он вроде и победил на выбор, но при этом условно она не знает. Вывести хотя бы какой-то там марш мира, да, в поддержку своих мирных инициатив Зеленский не в состоянии. Вот, потому что это пассивное меньшинство. А с другой стороны, Зеленский по своему психотипу, он не политик, он актер, он привык, чтобы его аплодировали. Он очень болезненно воспринимает любую критику. Даже если эта критика занимается несколько сотен человек, то все равно это очень болезненно дается. Вот и все. Я думаю, это все упирается в отсутствие политической воли идти на непопулярные какие-то шаги или вещи по региону на Донбассе. А второе, в чем еще проблема, в чем все шло в тупик, потому что нет условно никакого авторского подхода у Зеленского, То есть, грубо говоря, он там, ну, его окружение критикует определенные положения и Минские соглашения, но при этом ничего не предлагают взамен. То есть, нет условно какого-то мирного плана Зеленского. Вот если бы он вышел и сказал, что мы там, допустим, хотим пересмотреть Минские соглашения, они для нас неприемлемы в этом, в этом, в этом пути. Мы предлагаем вот такой вот мирный план по урегулированию. Давайте будем с ним двигаться. Но, к сожалению, просто такого тоже ничего нет. То есть, мы пребываем в положение, когда в тупик зашел данный процесс, который называется Минский, но при этом никакой альтернативный, пока что украинское руководство не смогло даже публично озвучить. Я уже не говорю о том, чтобы как-то навязать и начать деплиментировать. Поэтому мы видим ситуацию, когда у нас Зеленский говорит одно, там глава делегации Минских коншул говорит другое, там вице-премьер говорит третье, потому что нет единой политической линии, нет государственной линии вообще на самом деле. Это нечаян, что делать и как возвращать эти территории и гражданам Украины на Донбассе. Поэтому каждый чиновник на своем уровне просто воспринимает сам как хочет и большому счету по сути это такой еще управленческий хаос. Вот с чего мы пошли через год. Спасибо за это, управленческий хаос. Теперь я хочу сделать шаг назад и посмотреть на всю картину целиком. С вашей точки зрения, Кирилл, вот за эти 6 лет уже достаточно ну независимости от России более такой настоящей независимости. Потому что до этого считать совсем независимым было сложно. Были определенные связи, очень серьезная взаимозависимость в экономике была, были разные процессы. Вот эти 6 лет после 2014 года прям реально Украина, если ее сформулировать с кораблем, от российского берега толкнулась достаточно далеко. Как вы считаете, ну на мой взгляд, конечно, как вы считаете, государственные институты Украины, армия, полиция, система налогообложения, все, 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 разведка, все, не только силовые структуры, бумага, оборот, бюрократия, вот все, чем характеризуется государство, оформились окончательно, как структуры независимого государства, или это все-таки еще пока такое квази-государство, которое еще пока не взрослое? Да, но вообще, на самом деле, у нас много дискуссий в стране идет на эту тему, насколько, ну, точнее, тут, наверное, более корректно будет понятие не независимо, а суверенное, да, то есть самостоятельное принятие хотя бы внутренних решений, да, то есть, то, что мы там оттолкнулись от российского берега в 2014 году, наверное, это факт, но вот, исходя из того, что мы начали разговор о том, насколько пристально украинские представители смотрят за американскими выборами, это, наверное, частично ответ на этот вопрос, что мы стали просто более зависимы как раз-таки, наверное, от американских партнеров. Я специально этого сам не хотел сказать, это понятно, меня, вот именно институты, как государство, все равно, вы можете быть, вы понимаете, можно же быть, допустим, Германией, которая суверенное государство, но не до конца, как бы оно тоже зависит от американских выборов, без сомнения, Франция меньше, но Германия, в большинстве все-таки американские войска на германской территории находятся. Меня интересует именно государственный институт, вот общий, извините, я вас перебил, ну, как бы вот в эту сторону, то есть, как бы, ну, понятен. Институты, как раз, очень слабые, потому что даже местные выборы показали, что Польша, в принципе, поддерживает местные элиты, местные какие-то политические проекты, чем центральные, то есть, соответственно, от этого очень многие на местах распоряжения правительства вообще игнорируются, касательно, например, карантинных мер, да, то есть, в Киеве дают одни депеши, а там, по регионам просто что-то выполняют, а что-то откровенно саботируют. Это, что-то институтов силовых, ну, скажем так, ну, допустим, даже национальная полиция или армия, наверное, еще можно такими считать, да, то есть, там более-менее как-то реформы прошли еще, так, достаточно неплохо. Ну, а что касается, антикоррупционных органов, за которые очень радуются в Вашингтоне, так это же, если институция вообще полностью разбалансирована, я бы сказал, что они даже не состояли, потому что они никакого функционала не выполняют в принципе, да, то есть, с коррупцией как не боролись до этих органов, так не борются и при там, в том же антикоррупционном бюро, да, то же самое, кстати, судебная власть, она абсолютно разболтанная, расшатана, и не может функционировать правовой государства, поэтому, мне кажется, институциональным Украина так и не оправилась еще в событии 2014 года, и еще непонятно, сколько лет на это уйдет, чтобы, скажем так, мы апеллировали не к персоналям, которые занимают те или иные должности, а к институтам, как это принято в разных демократических странах, да, то есть, независимо от того, кто будет президентом штата, да, мы знаем, что институты, там, и ключевые институции, да, и госдепартаменты будут работать дальше, да, вот и все, то есть, у нас же, наоборот, пока что все идет, отдается на откуп по каким-то личностным, качествам, персональным характеристикам, да, и вот, условно говоря, если сильный президент, то более-менее сильный институт президента, так как там, ну, при Порошенко было, да, если Зеленский, ну, достаточно такой, пока что, достаточно мягкий, или такой, не очень радушный, да, глава государства, соответственно, институция такая, пока что она все исключительно привязана к конкретному человеку. Хорошо, но доктрина государственного строительства у Зеленского, в принципе, существует какая-то, какой-то план, как вот сделать так, чтобы институты работали, потому как для существования государства нужно, чтобы коррупция, она, понятно, совсем никуда не уйдет, но она должна иметь какую-то приемлемую форму, как в любом государстве, приемлемую форму, хотя бы, да, то есть хотя бы, чтобы не было беспредела, да, как это, есть коррупция контролируемая, да, есть два вида коррупции, украинская ситуация сегодня, все-таки коррупция большая, правильно, очень серьезная, и разница между этими двумя видами, как я учил, что если, как я выучил, что если есть определенные известные заранее ставки взяток, например, за каждое конкретное действие, это коррупция одного вида, она допустим, ну, как бы, она везде и существует, а если каждый государственный чиновник, и на каждом из уровней, муниципальном, городском и так далее, он сам назначает цену, и сам регулирует, сколько он хочет, и нет никакого механизма, и нет никакого стабильной таксы, грубо говоря, то это неконтролируемая, какая в Украине? В Украине, наверное, тотальная коррупция, да, то есть, она, в принципе, не только на низовом уровне, как это многие считают, да, что там берут там врачи и полицейские, я не знаю там еще кто, работники ЖЭКа и так далее, она и на, собственно, всех верхах, вот, прибывает, и у нас периодически ловят, там, топ чиновников, и в Бризеленском уже ловили, да, ну, просто, вся эта система выстроенная, кстати, под руководством Байдена, отчасти, в борьбе с коррупцией, она просто не продемонстрировала никакой эффективности, и их как не садили, так и не садят дальше, поэтому, ну, все, наверное, упирается в то, что нет политической воли у руководства Украины, вообще, каким-то образом двигаться в этом направлении, да, то есть, мы прекрасно понимаем, что, и, кстати, в чем еще специфика, что вот, когда Зеленский приходил к власти, он же как говорил, что необходимо просто перезагрузить весь политический эстабельшинг, потому что он там спортировался с конца 90-х, он там проворовался, и у него нет государственного там уже никакого мышления, да, есть только клептократия такая, да, классическая, вот, но, к сожалению, мы видим, что Зеленский привел людей-то новых, но новых, они никому неизвестны, да, при этом они уже начали попадать в какие-то коррупционные скандальщики, то там на каких-то небольших взяточках, но все равно уже, уже это, уже это тоже есть, то есть, складывается ощущение, что действительно, это какой-то, это, знаете, такой бег по кругу просто идет, вот, и независимо от того, кто приходит на какую должность, сама должность, она уже подразумевает то, что на ней человек будет незаконно обращаться, и пока что у нас нет ответа в плане, как вы говорите, государственной политики или стратегии, как с этим бороться, вот, и я не уверен, что он есть даже у оппонентов Зеленского. Кирилл, ну, как доктор, в любом случае, вы, представьте себе, что вы советник Зеленского, вот, вы ему советуете, я многим, кстати, задаю этот вопрос, не все могут с ним справиться, вот, что бы вы сейчас посоветовали Зеленскому для того, чтобы институты государственные отстраивать как положено, чтобы, по крайней мере, легоси, потому что непонятно, сколько сроков Зеленскому удастся избраться, будет ли это его последний срок, или ему удастся перезбраться еще на один, например, пока это невозможно сказать, мало слишком времени прошло, что бы вы ему сейчас посоветовали, чтобы даже если он президент одного срока, в итоге, чтобы когда о нем говорили, через 3-4 года, да, после его ухода, допустим, чтобы о нем говорили с теплом, что он сделал для украинского государства много, что он построил определенные вещи в государстве, что должен он сейчас сделать, начать? Ну, как, лезешь банальные, скажем так, действенные вещи, у нас любят очень цитировать там сингапурского Ли Куан Ю, как он говорил, что надо посадить трех своих друзей, ну вот, вместо этого Зеленский практически всех сотрудников своей студии 95-й квартал, где он работу привел на том должности, да, причем, более того, они, может, и хорошие были в плане, там, юбилейстического шоу, да, там, хорошо знали, как это продюсировать, но на госуправлении они как-то не сильно хорошо разбираются, мягко говоря, вот, и он именно себя окружил, и в этом, я думаю, ключевая была ошибка, что, не будучи профессиональным политиком, он себя окружил людьми, советниками, которые, наверное, ну, если не хуже, ну, наверное, на таком же уровне, как и он, да, хотя можно было набрать каких-то людей профессиональных, которые ему давали грамотный совет, но, к сожалению, таких и советников вокруг него нет, поэтому, мне кажется, если Зеленский хочет как-то войти в историю, то, наверное, для него идеальный был бы вариант войти в историю, это просто поняв, что, как говорится, не посеять кишавку, просто сложить себя полномочия, и сложить себя досрочно, и тогда, наверное, ему общество все упростило бы, кстати, украинский народ очень в этом плане сочувствующий, и ему, наверное, просили бы все вот эти вот огрехи и провалы последних полтора лет, на самом деле, и он бы смог дальше вернуться в свою любимую работу, да, там, выступать на сцене и собирать, там, тысячи людей в концертных залах и говорить аплодисменты, просто после, если он действительно таким уж темпом просит до конца своей каденции, то, я думаю, аплодисменты он больше собирать уже точно не будет. Ну, вообще, я такого прецедента не помню, чтобы человек избрал собой прецедентом, и через год, полтора-два сказал, простите, ребят, я не справляюсь, я должен уходить. Я нигде такого пока не видел, но это, конечно, весело было бы. Мы вернемся сразу после рекламной паузы. Напоминаю, что с нами в эфире доктор политологии из Киева Кирилл Молчанов. И, Кирилл, что я хочу еще вас спросить, вот выборы же прошли недавно муниципальные, как я понимаю, в Украине. И из того, что я видел, проиграла сильно партия «Слуга народа». Почти, ну, во многих местах, правда ведь? Это, просто прокомментируйте немного. По какой причине это произошло? С вашей точки зрения? По ключевым причинам, та, которую мы с вами обсуждали последних минут 20, это то, что Зеленский просто не выполнил свои базовые обещания, то есть предыборную программу, как таковую. Вот отсутствие прогресса по ключевым обещаниям, я уже говорил, по борьбе с коррупцией, по Донбассу, там по улучшению уровня жизни, она и привела к тому, что пошло разочарование. А сама партия вот эта, я прошу прощения, секунду, но это же муниципальные выборы, то есть какой-то контакт кандидатов с избирателями должен быть, помимо Зеленского? Что? Так, дело в том, что как таковой партии «Слуга народа» не существует. Так и не случайно. Это в лучшем случае у нас называется политический проект. Там, если не ошибаюсь, там за год у них официально появилось 2 или 2 тысячи только членов партии. Она же как партия не функционирует. Нет там никаких-то ячеек, нет ни местных отделений, то все это бутафория. Вот. Поэтому, собственно, и результат такой же. Более того, более того, они так и не смогли за год набрать в регионах эту партию никаких авторитетных, я не знаю, кандидатов, то есть, скажем так, персональные, которые могли бы конкурировать с местными элитами. Вот. Я думаю, это одно из ключевых проблем вообще в целом Зеленского, это отсутствие кадрового потенциала. То есть, нет некого вести. Есть большой кредит доверия от общества, но нет людей, которые можно заголовить этот факт. А то есть, физически их нет. Вот. Это во-первых. А во-вторых, ну, тут стоит также понимать, что эти выборы для украинского общества были не только муниципальные выборы. Это еще было, по сути, голосование, которое можно назвать ботом доверия новой властной команде. То есть, по сути, это показалось ботом недоверия. Вот в этом ключе это можно еще так воспринимать. То есть, действительно, общество за год продемонстрировало, что оно явно уже так холодно относится к Зеленскому и его партии. Более того, если год назад, я же говорю, они набрали 43%, и они, по сути, победили во всех регионах Украины, тем самым, это была партия, которая сшила Украину с запада на восток. То есть, они выступили таким объединительным триггером. То сейчас мы видим, что они утратили позиции практически полностью на западе и на востоке, и там выиграли буквально в нескольких регионах центральную Украину. То есть, они, по сути, превратились в такую же самую достаточно локальную политическую силу, что, естественно, будет отбиваться на их работе в парламенте. То есть, уже не будет такого уровня легитимности. И, соответственно, вы прекрасно понимаете, что очень сложно управлять государственными процессами, будучи не сильно популярными, как говорится, среди избирателей. То есть, очень сложно будет правление при низком уровне древнии. То есть, из ваших слов я могу сделать такой вывод, что, мало того, что, то есть, проблема все равно в Зеленском, де-факто, и партийное строительство не было правильно организовано за эти полтора года, и обещания им самим не были исполнены по причинам разным, которые мы до этого обсудили в предыдущем сегменте. И получается, замкнутый круг у него фактически. С одной стороны, и советников у него не было, и он их не набрал, правильных, которые не ест мэн, которые не говорят ему, что он хочет слышать, а говорят, должны говорить ему, что нужно делать. Этих людей он тоже не набрал, и кадровая проблема огромная, и в итоге, из этого замкнутого круга их на самом деле нет. И все равно мы приходим к тому, что человек со стороны в данном случае не сработал. Потому как... Будем откровенны, эксперимент с неполитиком, который пришел к власти и получил все образные правления оказался неудачным. То есть этот механизм или эта парадигма тоже не сработала в Украине. Просто понимаете, дело в том, что украинские партии, это не как там демократы или республиканцы, не знаю, независимо от того, кто кандидат, и у них есть все равно своя поддержка, чисто партии. Украинские партии, это больше политические проекты, которые в основном тянет их политический лидер. Лидер должен быть харизматичный и так далее. То есть они в основном все такие, знаете, лидерского персонифицистского типа. Вот и все. То есть нет никакого, на самом деле, рейтинга партии из Луган-Народа. Есть персональный рейтинг Зеленского. Вот он на своем персональном рейтинге затянул год назад в парламент. Сейчас на части своего рейтинга он частично затянул местные органы власти. Ну а дальше, собственно, как только закончится рейтинг Зеленского, так не будет никакого рейтинга и партии. Поэтому он просто как локомотив, понимаете, в этом процессе. Если отстегнуть вагоны, ну они уже дальше никуда не поедут сами. Ну опять-таки же, вопрос, с чего мы начинали. Надолго ли самого Зеленского как локомотива хватит? Это тоже достаточно подвешенный вопрос. Более того, действительно, пока что он не может нащупать никаких стабилизирующих факторов, которые могли бы ему, ну как минимум, облегчить дальнейшее политическое будущее. Потому что за один год сейчас он уже поменял один состав правительства. Сейчас ходит разговор, что будет отставка второго кабинета. Но это уже, знаете, попахивает каким-то политическим кризисом, если будет менять по два кабинета за один календарный год. Ну Трамп три поменял за один календарный год. За исключением там некоторых совсем министров. А так он поменял три раза. Пул, фактически. Помощников по нашбезопасности сейчас у нас уже, я так понимаю, служит четвертый. Вот в каденции. Роберт Абрайан номер четыре. Это важная позиция. Так что это как раз министр обороны уже второй. Вот. Госсекретарь второй. То есть как бы, ну, я уж про пресс-секретарей и директоров службы пиара офиса Белого дома. Вообще ничего я же не хочу говорить. Они там менялись как перчатки. Хоуэнс Секьюрити Департмент уже третий, по-моему, сейчас. То есть это как раз не страшно. Но есть, по крайней мере, система, которая поставляет квалифицированные кадры в Америке. Традиционно есть определенные механизмы, как люди по этому лифту поднимаются служебному федеральному. Но Украина немножко другая сегодня ситуация. И вот как раз то, что я хотел вас в конце нашего разговора сегодняшнего спросить. Вот эта революционность сегодняшнего украинского государства, потому что все эти черты, которые мы с вами проговорили в предыдущие там 40 минут, они характерны для государства революционного, которое еще вот эту болезнь революции не прошло. Когда лидер один, и надо еще заниматься там многими вопросами, и структуры не работают, и бюрократия правильно не работает. Короче, машина еще не смазана маслом. Это как долго еще будет продолжаться? Ваш прогноз? Ну, это может достаточно долго продолжаться, но, знаете, как там классически есть такая притча, да, о том, почему Моисей возводил евреев с 40 лет в пустыне. Не в том, что нельзя было быстрее прийти с Египта, да, в землю обетовая, но потому что поколение, которое выросло с рабским мышлением, да, оно просто в этот промежуток отошло. Есть комментарий такой, да, есть комментарий в наших книгах. Да, я не ощущаю, что тоже, скажем так, пока не вырастет поколение в Украине, которые родились уже при независимости, да, которые полностью себя как-то и свое будущее связывают тоже там с каким-то прозападным развитием, тогда и не будет никаких изменений, да, потому что пока что все равно, ну, скажем так, практически весь политический эстеблишмент Базеленского, это, или, знаете, какие-то там комсомольские руководители, да, или какие-то там вороваты, ну, вороши, которые при нем состоялись. Я думаю, ну, вот, пока, возможно, не появится какой-то новый управленческий класс, который будет мыслить категориями национальных интересов, да, потому что большинство мыслить только какими-то клипсократическими категориями, чтобы только как можно больше, скажем так, коммерциализировать пребывание над своей государственной должностью. Я думаю, на каких-то позитивных изменениях особо всегда отнесутся. Но это, наверное, тоже путь долгий, да, то есть развиты демократии к этому уже не пришли там за 10 лет. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, может, это не очень оптимистично, но, по крайней мере, это, наверное, предельно раскровенно скажет. То есть, ну, в принципе, правильно было бы, наверное, начать с того, чтобы украинские студенты в большом количестве поехали в американские университеты изучать государственное строительство, и, в принципе, есть же у нас специальные школы, которые этим занимаются. Тут очень важно, чтобы потом эти украинские студенты вернулись в Украину и начали заниматься. Потому что студентов у нас много, но они потом просто не сильно желают возвращаться назад в Украину. Поэтому тут тоже такая палка от двух концов, чтобы они смогли эти знания перевести уже в практическую плоскость реализации своей собственной страны, а не просто податься на заработки, как это делают миллионы наших соотечественников по всему миру, ввиду отсутствия адекватных условий оттуда непосредственно в Украине. Это понятный момент, Кирилл Молчанов, доктор политологии из Киева. Огромное спасибо, что уделили нам время в эфире. И я надеюсь, что мы в ближайшие несколько недель опять свяжемся и пообщаемся. Спасибо большое за этот эфир.